Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иудеи требуют чудес, но другого не дастся, кроме одного, знамения Иона Пророка. Но чудес же было много. Одно, речь идет о том, что был во чреве кита, а Христос будет во чреве земли три дня. Вы знаете, что существует разная статистика. Сейчас такую статистику придумали. Мне скинули, я смотрю. 61 параметр. Притом цифры все время бегут. Сколько населения? И цифра все время меняется. 7 миллиардов 623 миллионов. И дальше тысячи только цифры мелькают. Сколько родилось сегодня? Показывал цифры и цифры бегут. Это вот второе. Теперь сколько умерло и цифры бегут. Там когда-то мелькнет цифра обо мне. Вот придумали как? Никто за этим не смотрит. Но поступающие сведения, они отмечаются. И это может видеть, ну, каждый. А сколько сегодня интересных в руках у людей приборов, которые в интернет заходят. Я никогда не знал этого. Но думал, что много. Оказывается, половина земного шара. 3 миллиарда и где-то 250 миллионов. Это те, которые прямо заходят в интернет люди. Сколько умерло от табакокурения? Я знаю, вредно это. А сколько от алкоголя? Оказывается, от алкоголя умирает. В два раза меньше. Притом цифры там все время... А бывают цифры, которые замерли на месте. А потом раз, одна цифра дернулась. Сколько сегодня вышло в мире книг? Стоит на одном месте. Раз, вот одна книга вышла. Мелькнула цифра. Ну, определенно, говорится. Вышло там 120 тысяч. Притом в этом году и отдельно цифра идет в этом дне. Сколько родилось? Сколько самоубийств было? Сколько нефти? Сколько осталось? Сколько ВМИ зашло? Сегодня электронная почта. Оказывается, в среднем примерно... Ну, по два, по три. Каждый, как бы, с другой. Другой это больше, а другого меньше. Речь идет о миллиардах. Мы живем век бурной информации. И поставить вопрос, а это нужно мне? Ну, что-то нужно. Прислушаемся к словам Иоанна Датауса. Хорошо говорим, если бы мы присосали при похоронах, при казни преступников. Это бы нас заставило думать о себе. Это могу быть я. Не напишется-то. Горе смеющимся. И далее. Блаженны плащущие. Вы слышали? Это надо взять для тебя сегодня. Я пока немножко отклонюсь. Скажу, что чудо воскресенья. Его нельзя ни описать, ни понять. Потому что никто не проходил. Опыта... Вот мы сидим, никакого опыта нет. Ни у кого. Мы знаем, приближались к воротам смерти. Было трудно. От печали. Были инфаркты. Миокарды. Но это все еще не смерть. И притом, если человек обмирал и воскрес, сколько для мозга нужно? Просчитал случай такой был. В Англии. Там кив был. И люди умирали. Но в больнице нужны трупы, чтобы смотреть. И профессор говорит, вот сейчас 4 дня назад тут схоронили. Я договорился, родственники сказали, мы отдаем вам. На пользу науке. Ну и профессор, ее раскопали. Гроб притащили. Там от земли освободили. Гроб такой, не как у нас, а как ящик стоит. Ну и профессор говорит, вот смотрите, делаем первый надрез. Когда мы вскрываем человека, нужно делать так. И он делает первый надрез. И мертвец, наверное, схватил его за руку, замерло все. Он говорит, и что делаешь? Реально. Это вошло в историю, я тоже не знал. На этой неделе прочитал. Оказывается, похоронили его. Он говорит, я все знаю. Особенно мне трудно было слушать, что могильщики обо мне говорили. То ли мало дали за него, или что. И эти четыре дня я лежал, и вылезли никак. Слышал, как гвозди забивают. Но ни один мускул у меня не шевелился. Это я знаю. Как только он меня провел, говорит, этим скальпелем своим. В это время я сразу сдрогнул, очнулся и стал говорить. Он не умирал, он обмирал. Хотя он и не адмирал. Так вот у человека главное, что есть в жизни, это жизнь и смерть. Вот этот водораздел. И человеку предлагается жизнь или смерть в политике, в экономике, в семейной жизни. Переходит на духовное. Жить или умереть. Ну что особенного, если мужчина не хозяин семьи, а женщина. Смерть. Да как так? Не надо говорить. Через женщину все мы умираем. Все. Это говорит ездра. В другом месте, ну бывает человек. А что у тебя? Ты одну женщину знал, а нет? Есть люди, которые знали ни одну, ни две женщины больше. У Соломона было 300 жен и 700 наложниц. Даже в гости, если бы ходить по днюю гостить, и то три года надо в волы, чтобы дойти до первой Ирины, там Татьяны. И он говорит, и я нашел, что женщина горше смерти. Горше смерти, а сам все прибавлял и прибавлял их. Так вот, избавление от смерти, это мечта, слово мечта, не хорошее слово, а желание всего человечества. Но ни в одной религии этого нет. Религии назовем то, где мы находимся. Сатана более всего боится слова воскресения. Вот сегодня возьмем, у нас под боком 2 миллиарда с лишним людей. С одной стороны. 2 миллиарда, это не 2 человека. Сатана восстал, Иисус есть. Иисус был, но не умирал. А раз не умирал, значит не воскресал. А Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетная, и мы еще во грехах. За этим-то что дальше стоит-то? А почему? Он, вочеловечившись, дети причастны плоти и крови, мы у нас плоти и крови, и он воспринял оное. Не просто Бог сочувствует нам, но он сам сошел на землю, воплотился и прошел все скорби до смертного часа. Этого нигде и никогда не было, даже в мифологиях народов. И мы, говорят, что Христос воскрес, перед этим видим Голгофу. Бывает, страна пала, потом поднялась как-то смутное время. Ну, в духовном плане воскреснуть. Это сын мой был мертвый, я жил. Пропадал и нашелся. Рядом с нами 2 миллиарда этих китайцев. У них вообще Бога никакого нет. Живут, ну, чтобы хорошо было, помогать другому. А Бога нету. Ну, да, это не Бог, это человек. Доходящий за состояние нирваны, такого состояния. Человек там, реакорнация, после смерти, если хорошо жил, значит, через какое-то время, там, лет 20-30, он опять родится, но только уже будет князем. А плохой был, значит, родиться бомжем. Если бомж был ворюга какой-то, а родится в следующем время рождения собакой. Собака злющая была, значит, родится крысой. Мы знаем, Христос пришел однажды, и во второй раз явится для ожидающих его спасения. И вот в сегодняшнем Христос воскресе, мы должны все это вложить. И понять, какие мы счастливые. Нам Бог это открыл, это избрание. По избранию это дается. Не так, что я вот хочу, поверю. Не хочешь верить, то да. А верить это от Бога. Ну, вот Адам вкусил от древа познание добра и зла. А какой? А разве он добро этого не знал? Добро знал. Он зла не знал, что такое. Зло узнал, когда вкусил. Хорошо слушаться Бога добро, не слушаться приступать Его заповеди, повелениям. Это зло. И отсюда начинается этап смерти. Каждый шаг рассматривает богословы всего мира. Как зло возникло, по какой причине, почему он подвигся, какая была надежда, насколько она была ему понятна. Знал ли он добро и зло, как мы понимаем сегодня. У Адама опыта никакого не было. И поэтому обвинять его, что злоумышленно это делал. Слышал проповедь Евы, нет. Будьте как Боги. Он не понимал этого, что. Ну, значит, что-то лучше будет. Тем более жена сказала, а жена тебя научит, слушай только. И вот говоря о том, что Христос воскрес, мы должны перед собой держать не 7 миллиардов 620 миллионов сегодня, а 100 миллиардов трупов. Это все заключается в том, что человек согрешил. Нам трудно это вообразить, понять. А что там случилось? Трагедия мира, рыба стала мертвая, звери поднялись друг на друга. Всякая тварь стала умирать. И скотина понимает, и корову на мясокомбинат ведут, у нее слезы, прям слезы текут. Она понимает. И скот написано чувствует. Говоря Христос воскрес, мы должны как бы себе сказать, ты меня нашел, ты мне открылся, да в святую православную веру. Но как это донести до других? Если никому ты не говоришь, а где твоя любовь? Люди смертники, и они умирают ежедневно, и ты рядом был и никому не сказал. Теперь подумай. Первая заповедь. Люби Бога. То есть, он говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. А заповеди как? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Любишь ближнего, ну как ты ему не скажешь? Мы пленники. Если ты узнал, что подкоп сделали, уходят сегодня люди, свободу приобретут. А у тебя, друг, ты обязательно хоть шепотом скажешь, я тебе доверяю. Сегодня мы уходим. Вот это самое Бог дает узникам. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни. Он может признавать Иисуса хорошим человеком, но не Богом воплотившимся, не воскресшим из мертвых. И поэтому мы ожидаем этот день и внутри себя еще раз просмотрим, достойно ли мы, данный нам Бог, лично нам, для других донести это слово воскресенье. А теперь скажи себе, суд начни, прям не выходя отсюда. А кому я говорил о Христе воскресенье? Какую душу я приведу ко Христу? Кто-то обратился через твою проповедь или нет? А вот с этим мы и предстанем. Если только не будет прибыли, то мы знаем, масло и стякло, я вас никогда не знал. Поэтому сегодня это тот рубеж, за которым мы должны увидеть свое будущее. Я хотел спросить у нас медики, и здесь есть, как бы не относятся. Скажи, вот человек, вот сейчас мы стояли здесь, не надо тут ищек, собак искать, а просто, ну совершило что-то, мы были там в бане где-то или дома, ели за столом, и сказали, он сидел здесь, видели человека. Но никто меня не знает, меня могут найти или нет они. Ни фотографии нет, ничего никто не запомнил, не видели, в темноте ели. Но остались косточки рыбы, которые я ел. Ну видели, как он сидел на этом месте. Могут меня найти, нет? А как? ДНК. Вот. Последние косточки. А оно что, неповторимое? Да. И вот в Италии, там где-то Палермо, девушку 16 лет, нашли убитой. Ну и нашли, что-то от него осталось на ней. И вот теперь стали исследовать, как? Очень просто. Город небольшой, там 90 тысяч. У всех снять, пробу, ДНК. И наконец, нашли от одного, который полностью сходится, сразу туда. А ему говорят, три года назад умер. они поняли, что он имеет косвенное отношение. Как? Теперь узнать, тогда жена, дети. Он говорит, детей у него не было. А полиция ищет. Ну, это с ним связано было. Может, у него любовницы были? Да, были. И нашли, который внебрачный сын. И по нему тогда высчитали и взяли. А у них какой закон? Позор всей полиции, всем органам внутренних дел, если убийца не будет найден. А у нас, говорит, где? Около Кремля. Убили Немцова и вокруг сняли эти наружные наблюдения. И по сегодняшний день никаких убийств нет. Вот теперь сравни, какие мы. Это маленький пример. А если ты думаешь о воскресении из мертвых, ты постоянно будешь думать, я ответственный и на своей работе, и о том, что происходит вокруг. Аминь. 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 Аминь.